Так, у меня сегодня опять несколько платформ, которые я нашла, на которых можно либо разместить информацию о проекте нашем, либо они являются платформой, которая помогает в инвестировании. Первая платформа называется BetaPage. Здесь можно разместить профайл своей компании, здесь тоже можно вот эти вот типа голосований делать, и они также периодически высылают, там, по-моему, или каждый день, или раз в неделю пересылают тем, кто подписан, информацию о проектах, которые появились. И аналогично еще этому платформа называется New Startups. Здесь тоже можно подать заявку на добавление, и они каким-то образом еще присваивают скорб тебе. Ну, я заходила, проверяла, скорее всего, по заполнению профайла, потому что там подтягиваются данные, как заполнено по команде, по соцсетям и так далее. То есть я думаю, что у кого все будет заполнено, они и с кортом больше присвоят. Так, это по таким как бы платформам, где разместить можно. Следующее, что еще нашла, платформа, она канадская, они помогают сводить инвесторов и проект, да, которым требуются инвестиции. Что здесь интересного можно взять, да, ну, помимо того, что здесь можно подать заявку, которую проект сам рассматривает, что еще здесь есть, это большой список сотрудников у них. Вот, у них вся команда здесь указана, и я пролистала, здесь очень большой список сотрудников и ссылки на LinkedIn их есть. То есть, например, можно взять их в работу, ну, до того еще, как мы заявку, например, заполняем. И также еще у них есть список партнеров их. Один из партнеров, например, с кем они работали, я здесь нашла платформу Dashboard, но она для традиционных финансов, скорее всего, да. Но мы видим, что, ну, даже такие типа фондов сотрудничают, чтобы отслеживать инвестиции, да, клиентов в различные и сервисы, и компании. Так, и вот сейчас покажу. И здесь среди партнеров также можно взять фонды, вот, например, у них Capital to Market, но я посмотрела, о них все здесь, ну, большинство с Канадой связано, то есть это канадский фонд, видимо, поэтому на канадский рынок работают. Вот, так, и еще одно у кого-то я хотела сказать, сейчас покажу тоже. А, вот, Equity Zen называется, они тоже связывают инвесторов и компаний, которые нужны инвестиции, у них тоже список есть сотрудников, список команды. У них есть даже настоящий marketplace, да, где можно листиться, но я думаю, что здесь, вот здесь раз написано при IPO, то здесь, скорее всего, ну, структура нашего фондрайзинга не совсем подойдет. Тут, вот, тут, как бы, такой, как бы, технический момент, может быть, или к юристам, или кто фонрайзит, потому что у них marketplace именно на IPO привязан, но контакты здесь есть, да. Я здесь ссылку оставила, где можно посмотреть контакты фонда этого, вот, здесь тоже сотрудников достаточно, ну, поменьше, чем там, ну, есть тоже. Я добавлю, а, и у одного еще из проектов есть, вот, у стартап-рэнкинга есть платная подписка, но я посмотрела, она здесь больше подходит для тех, кто хочет инвестировать, скорее всего, потому что он позволяет ресерчить по дашборду, который там есть, а на дашборде, там, те, кто хотят собрать средства, да, и отличаются лишь тем, что безлимитный запрос делать и экспортировать данные, вот, то есть это больше подойдет для инвесторов, а не для фондрайзинга. У меня на этом все. Сегодня я возвращаюсь к обзорам видео на ютубе Nansen Alpha, вот, такое приятное давно забытое дело, которым мы начинали заниматься на наших исследовательских звонках, и сегодня я посмотрела простенькое достаточно видео и короткое Finding Smart Money NFT Means, и здесь, пожалуй, основная идея, которую они высказывают в видео, что когда мы находимся в NFT Paradise и хотим узнать, что же минтилось из каких-то свеженьких совсем коллекций руками Smart Money, мы должны обращать не только внимание просто на дашборд Smart Minters, но и попытаться разобраться, что, с какой целью они минтили, то есть была ли цель минта держать дальше эти NFT-шки или быстро их продать, или, в общем, какие были идеи у Smart Money, что делается для того, чтобы это сделать. Здесь в Smart Minters мы видим, что больше всего Smart Money заминтили в последние часы коллекцию Notluna, при этом мы не видим ее левее, то есть объем этого минта, он был очень небольшой, это недорогие совсем NFT. Вот, соответственно, мы хотим узнать, что происходило, кликаем на Notluna, переходим в NFT Gut Mode и смотрим, что же это вообще такое. Здесь мы можем посмотреть, что Smart Money делали и понимаем, что на самом деле они, я сортировала Top Diamond Hands в этой коллекции по Smart Money с Майликом. Вот, в общем, так или иначе, мы видим, что там есть 15, по-моему, или более Smart Money, да, 15, которые никогда не продавали эти NFT-шки. Также мы понимаем, что они на них вряд ли что-то заработали, потому что Notluna — это коллекция NFT-шек, которые стоят очень-очень недорого, вот, и представляют собой такого нищего чувака, который пытается что-то заработать в крипте. Вот, это платформа для того, чтобы создавать мемы, вот, по сути, ты покупаешь NFT-шку и можешь создавать мемы, и становится понятно, что это было заменчено, наверное, не для заработка, скорее всего, а просто потому, что это прикольно, хайпово, и есть ощущение, что как будто все соскучились по NFT-коллекциям без какого-то utility, вот, это оно и есть. Вот, и также последнее, чтобы посмотреть, что Smart Money делали с этой NFT-коллекцией, это мы можем также по Smart Money отсортировать Dashboard Recent Trades в NFT Gut Mode, вот, и посмотреть, что тут происходило. Мы видим, что все транзакции здесь, которых 44 у Smart Money, они все были сделаны, в общем, на OpenSea, то есть тут. Видимо, все минтилось, вот, поэтому Smart Money просто понравилась вот эта мемная, забавная коллекция с дешевыми NFT-шками, и все захотели себе по такому мему коллекцию. Вот, еще раз просто напомнить про такую схему работы с этими дешбордами. Спасибо. Всем привет. Хотела рассказать про платформу, которая называется StartupLins. Это французская платформа, которая предлагает за пару минут составить подборку похожих стартапов по всему миру. Поиск осуществляется по названию, либо по ссылке на сайт, или, например, по разделу, вытомить аналитический тул, и он выводит все стартапы, которые связаны с данной тематикой. Вот. Международная база данных ежедневно обновляется, использует технологии сетевого анализа и информацию с Crunchbase. Пользователь получает сведения о местоположении организации, о конкурентах, о аккаунтах в соцсетях, учредителях и другую информацию. Вот. Сервис также отображает действующие, закрытые и объединенные компании. Здесь я пример приведу, что я там искала Нэнсон. Мне, к сожалению, почему-то не получилось зарегистрироваться. Но примерно выходит такая информация, что есть 250 похожих компаний. Они тут будут выходить списком. Далее активность в соцсетях, где они расположены, описание. Вот. И также портал позволяет пользователю определить тенденции, перспективы конкретного рынка, выявлять конкурентов и потенциальных партнеров. Также здесь можно получить статистику по венчурным капиталистам и по подпискам. В общем, поиск самих стартапов, он бесплатный. Если вы там покупаете про, то можно получить дополнительную информацию по компании. Есть рассылка по e-mail. Вот. И безлимитные результаты. Безлимитные поиски. И чуть подороже подписка. Там уже более профессионально продвинутый уровень. То есть там есть специальный такой тул, где можно добавлять фильтры и так далее. И тоже более расширенная информация выводится. Вот. Далее я также думаю, что если наш стартап Chizus будет выходить в поиске данного списка, то есть вероятность, что инвесторы будут связываться с нами сами или приходить к нам сами, но это больше нужно, я думаю, с кранчбейсом связываться. Вот. У меня на этом все. Так. Сегодня я хотела бы рассказать про обзор то, что произошло в NFT за эту неделю. Значит, Гарри Ви, Вайнерчук, создал свою NFT-консультинговую фирму. Она будет таким инфлюенсером в NFT-мире. В основном они будут конфликтировать по NFT, но также будут представлять маркетинговые сервисы, помощь и так далее. Вот. Также Prada запускает свою коллекцию на эфире. Присоединилась к тем брендам уже, которые создали свои NFT-шки, такие как Gucci, Balmain, Balenciaga и так далее. Вот. Тоже интересная новость. Также Ayokin NFT-маркетплейс поднял 1,4 миллиона на Precise. Вот. Stepin отметил, что китайские пользователи будут заблокированы. Так. Ну и еще из интересного. Значит, YouTube намекает на то, что NFT будут интегрированы в их платформу. То есть они присоединились уже к Instagram и Spotify, которые уже объявили о том, что NFT будут интегрированы в эти платформы, и теперь к ним также присоединился YouTube. Вот, вот, вот. Так. Да. Ну и в целом, значит, веб-три платформа мира XYZ представила, что можно сделать writing NFT. Mythical Games создают свою play and own game. В целом, я только сделала небольшой краткий обзор того, что произошло за неделю. У меня все. Спасибо. По видео я смотрела старое достаточно видео, потому что, в принципе, все я уже посмотрела свежие. 66-й Office Hours. В общем, тут на самом деле были интересные штуки. Например, он рассказывал про вот эту шапочку, на которую я внимания особо никогда не обращала. Вот, в которой как раз-таки есть немножко гайд по Нансену и тому, что здесь можно делать. Например, они показывали, как они лейблят кошельки. И тут прям есть целые статьи о том, как пользоваться Нансеном, как они объясняют, как они лейблят эти кошельки. Вот, также есть у них тут другие тоже вкладочки, где можно посмотреть, там, от скольки денежек перечисленных и т.д. Они лейблят там Smart Money и тому подобное. Вот, это так на всякий случай, если вы не знали. Вот, потому что я вроде видела, но не обращала внимания на эту шапочку. Вот, что еще они рассказали? Мы часто говорим, да, когда говорим про Чизус, про Нансен, то, что когда на него заходишь, здесь слишком много информации. Вот, и они тоже об этом говорили, о том, что когда человек заходит на Нансен, они теряются. То есть они начинают заходить на все вкладки, они хотят посмотреть все, и в итоге они просто теряются. Вот, и тут он привел пример, по которому можно следовать, если, например, ты увлекаешься там токенами или и тому подобное. Вот, не заходить на все подряд, а зайти, например, на Smart Money сначала. Вот, и в Smart Money это тоже, кстати, я не знала про это, то, что здесь есть сегменты. Вот, и обычно мы сидим на All. Вот, но если, например, зайти на определенные сегменты, например, на фонды, да, то здесь они будут только фонды, и можно посмотреть, какие они токены холдят. Вот, но тут есть не только фонды, да, посмотрите, там, какие-то Smart LP, Smart NFT, вот это все. То есть, если будете что-то смотреть, ресерчить, то вот так вот тоже можно делать. Вот, и по токенам, которые они холдят, например, здесь есть фильтры, да, например, Change 1 день. То есть, если вы хотите куда-то зайти на ранних парах, да, то можно заходить на Change, которые только однодневные. Но Нельсон сам советует как бы заходить на 30 дней, потому что иногда здесь можно заходить, находить токены, которые не были там в поле вашего радара. То есть, например, вы о чем-то даже не знали, но заходите сюда, да, достаточно там долгий промежуток времени, и находитесь для себя что-то интересное. Вот, и как раз-таки тут он рассматривал токен Maple, в котором дальше он как бы тоже делится своим лайфхаком, то, что перед тем, как прежде чем заходить на токен God Mode в Maple, лучше заходить на Smart Money Token Profiler. То есть, если здесь ввести просто Maple, они сразу вам покажут Smart Money. Это опять-таки делается для того, чтобы не было слишком много информации, вот, и не было каких-то лишних шумов, да. То есть, можно сразу зайти на то, что вас интересует. Вот, так, что еще? Да, тут как бы месячной давности это видео, поэтому не актуальная особая информация, которую они нам показывали. Ну, например, Alameda, да, она до сих пор тут есть, вот, и он как бы тоже показывал, рассказывал, что при выборе токена, да, который вы хотите купить, который хотите вложиться, заходите на Smart Money, заходите на кошельки все подряд, да, главное смотреть много. И при, когда вы заходите на кошельки, очень важно узнавать, откуда появились токены. Ну, в принципе, мы это тоже знали, то есть искать, откуда была самая первая транзакция. Вот, в принципе, это все.